Вопрос в том, что нет как таковой схемы, как решать подобные проблемы. Потому что России, ГААКС, конвенция не подписана, Израилем она подписана. И у нас возникают вопросы, как юридически это правильно оформить. То есть, если она туда приедет, может оказаться ситуация, когда она окажется сама воровкой своего собственного ребенка. Помимо этого, то, что у нас активно ведутся поиски израильской стороной, израильскими властями, мы в интернете распространяем информацию о ребенке с его фотографией, с описанием ситуации. И нам очень помогают израильские люди, которые там живут сами, журналисты, нам постоянно звонят каждый день и передают какие-то новые данные. Ребенок говорит, что хочет домой. Опять же, говорит, что ехать домой не может, потому что папу заберет полиция, а его отправят в детский дом в этом случае. Вот. Говорит, что ему скучно, у него там нет игрушек, книжек тоже нет. Вот. То есть, мы с ним занимались, друзей тоже нет, есть только котенок один во дворе, с которым он иногда играет. И, в общем, он хочет домой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!